Позвольте мне ответить на русском языке, потому что я хочу мою соболезнование, чтобы было услышано русскоязычному населению везде, во всем мире, не только в России. Мы сегодня возложили цветы в память невинно убиенных в результате теракта, который был произведен вчера в Красногорске. В первую же минуту, как только лента новостей сообщила об этом, сразу же на ум пришли взрывы в Москве и Волгодонске в 1999 году. Давайте отметим, когда произошел этот взрыв. После избрания российским народом Владимира Владимировича Путина своим президентом, то есть мы не исключаем того, что заказчики этого чудовищного преступления до сих пор не выявлены, но почти каждый гражданин и в России, и у нас в Армении, знает, кто за этим стоит. Кому-то не нравится именно то, что в России лидером, сильный лидер в России Путин, и они решили таким образом влиять на мнение российского народа. Три дня назад советник Шойгу Ильинский сказал, что и указал все центры, перечислил все центры, которые работают уже для того, чтобы происходили ментальные войны. И вот этот взрыв, это и есть проявление одной из таких акций ментального взрыва, потому что они работают уже на умы граждан. Я сегодня прочитала, что среди задержанных были лица с таджикскими паспортами. Прочла, что ИГИЛ взял на себя, будто бы они провели этот теракт. Опять-таки, со своей стороны, будучи обычным человеком, ни политологом, ни историком, ни кем, просто обычным человеком, я считаю, что очень-очень высокопоставленные люди на Западе стоят за этим взрывом. А те, которых поймали, это всего лишь исполнители. И мы надеемся, что будут именно казнены. Казнены, а не расстреляны. Вот через повешение, как в 43-м году, когда вот этих фашистов наших ставили на грузовики, грузовик отлежал, и эти виселицы висели перед людьми. Я хочу сказать, что мы женщины, вроде бы мы не должны желать смерти кого-то, но это чудовищное, кощуственное преступление. И другие подобные преступления, они могут быть остановлены только жесточайшим наказанием и исполнителями, и очень надеемся, и заказчиков тоже найдут, и заказчики тоже должны быть наказаны. Только так можно пресечь будущие террористические акты. Во всем мире, не только в России. Во всем мире. Спасибо. Спасибо. Спасибо.